и снова всем привет мы продолжаем нашу кампанию за византию игре medival 2 total war прошлой серии да мы остановы и остановились на завоевании генуи и дурац так принципе да как всегда я на этом ходу сделал все что только мог сделать ну и теперь можно сдавать сдавать следующий ход разделяем армию так то это уже не 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 хорошо так хотя в принципе так конницы ну не так уж то и много больше конечно же вот это вот легкая оруженосца но это вроде бы да это легкие конные войны пехоты вообще три отряда ветеранов доспеха у меня пять мне и лучников больше а может быть получится давайте все таки же наверное примем бой так 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 да думаю вот вот здесь вот будет самое лучшее место наверно так хорошо давайте поставим лучников сзади основной группы пехоты полководцы ну и полководцы позади всего войска ну и начнем конечно же битву то есть сейчас перестроиться и пойдут вот так а вообще было бы неплохо захватить этот остров да но в начале нужно в начале нужно отбиться от этой армии таки школьницы у него многовато даже чересчур много и 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 думаю вот так вот перестроимся крестьяне-арбалетчики так ну что ж ладно да враги вот уже подошли совсем близко в принципе да шансы у нас относительно относительно не велики в этой битве да смотрите как крестьяне падают быстро очень быстро нас атакуют нужно действовать 10 процентов мы уже уничтожили так ну вроде бы вроде бы держимся хотя нет вот здесь вот нужно помочь вот здесь вот эти оруженосы заходят нам так нет лучше по ним ударить лучше ударить по ним потому что могут не выдержать блин опять тупят войска так ну пока что еще держимся так вот здесь вот уже сломали врагов нас атакуют нужно действовать так вроде бы держимся блин вот все таки ж да вот зашли во фланг враг потерял половину бойца вот и моих лучников сгоняют гады так нужно вернуть враги бегут с поля боя покажем этим трусливым смертом покажем всем все покажем так мы победили все таки ж мы победили потеряли 41 процент но победили так ладно давайте добивать туда конницу мы не догоним а вот ветеранов доспеха можно будет добивать можно будет добивать е-мое ну вот как я это не люблю когда вот войска просто начинают тупить жестоко так а теперь вот этих вот давайте добивайся ну все да вот опять по новой начинают тупить и вместо добивания при получается какой-то фарс здесь 16 человек сбежал восславим господа враг разбит это великая победа навсегда войдет в историю так окрестности а я че тысячу двести шестой год героическая победа да вы заметили какую милана флот какая флотилия мне такую никогда не собрать это точно португалия да мы не сдаемся всячески пакостит новая угроза купцы и торговцы прибывшие из дальних восточных стран приносят тревожные вести беспощадный монгольский полководец чингисха хан собрал огромную конную армию стремительным вихрем пронесшись по транссаксонии это устрашающее войско направляется на запад какой час 206 был 207 вот читаю вам не кажется что слишком рано монголы да то есть через несколько ходов они уже появятся так война португалия византийская империя поднялись мы до пятого места так гену видал португальцы осаждают понятно я думаю отобьемся укажет а вот здесь вот давайте да вот осадим а я че рано или поздно врагу придется сдаться им никуда не уйти так хорошо ладно пришли монголы да что такое ну блин эти имперцы задрали опять блокируют но приказание марш выступаем завтра на рассвете ждем до рассвета мило приказываете что прикажете так ладно ноу стресс как говорится да ноу стресс так фессалоники ну 70 нормально чем приказываете да да так ладно давайте выдвинем одну армию конечно под предводительством георгия и ирака сюда вот к загребу атаку выступим завтра на рассвет а вот эту вот армию посадим на корабли и высадим в италии так священника нужно одного будет построить назовите место где мы вступим в бой восхищаетесь своим врагом так одного купца так вот эту вот армию поступаем продолжим путь давайте выдвинем сюда вот тоже вот дураццо так вот здесь вот да ваше величество это благословит нас бог так вот это вот можно будет разбить автобоем хорошо так ну ладно пускай будет так настало время молитвы так ну в гену я думаю отобьемся ну и вот опять нужно будет флот опять они мне флот разобьется заколебали католики вот католики одним фронтом наступают вот это вот как бы не знаю напрягает меня как-то слушай слаженные действия молодцы молодцы просто просто молодцы да так мне сюда бы лучников нужно так нужны будут еще византийские копейщики именно конница да так 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 марш продолжим путь завтра на рассвете так самое время да вот уже потихонечку сгонять к иконию войска потому что монголы не знаю пришли пораньше может быть чего то я неправильно просчитал да такое в принципе тоже может быть как мы уже видели да в прошлых сериях я я не замечал там во время флоренции что у меня полководца убили во время битвы то есть да может быть да такое в принципе может быть действительно я где-то ошибся так давайте в риме наверное переобучим так поднимем налоги кстати неаполь давайте в неаполе поднимем налоги так полермо здесь и так высокие венеция тоже максимальная так ну дурацца да понятно рад служить неплохо так довольно таки неплохо хотите спастись аксинта меня как да служу господу так а кого еще я хотел наверное тебя да сюда вот в генуи распространять православие что он умер да тут в италии немножко тяжело потому что в принципе да католики выступают единым фронтом сколько здесь священников у меня просто нету столько священников может быть разбить вот эту вот армию а давайте да давайте постараемся разбить наверное вот эту вот армию да с нами бог в атаку да войска лажовые как войска в принципе нормальные но брони у них нет давайте да сражаться на карте битв в атаку так отлично да вот хорошая погода никакие туманы нам не нужны так у нас полный стэк войска хорошие в принципе конницы конечно же маловато но что поделать так давайте начнем битву вот он где то вот здесь вот в засаде сидит да значит эти немцы достали достали меня неимоверно Венеция достала Милан достал Португалию и немцы Венгрии хоть я с ними и воюю но они меня как-то не трогают и я их не трогаю ну и этот как его Турция да вот с турками тоже вот мы провели одну битву и в принципе они меня не трогают и я их не трогаю а вот эти вот католики да достали мне честное слово самое главное знаете то что вот они выступают одним фронтом очень слаженно очень слаженно вот они они действуют считайте да сколько четыре фракции против одной так ну это вроде бы их не генерал ебст да хе хе ну и имечка да так ладно мы не спеша подходим самое главное чтобы армия не устала наемные арбалетчики наемные арбалетчики наемные арбалетчики ну да в принципе конницы у меня много и конница у меня хорошая генеральская так что в принципе да можно ими действовать правда в этих лесах блин можно попасть в засаду так отходим пока все складывается в нашу пользу если ничего не изменится мы победим так давайте ускоренным маршем мы еще и спровоцировали врагов на этот на атаку отлично нас атакуют нужно действовать так давайте додействовать нашей конницы хотя стоп нас атакуют нужно действовать так давайте выдвинем вот этот вот фланг вот так вот нас атакуют нужно даем ее опять это конница начинает застревать так хорошо ладно нас атакуют нужно действовать так так вроде бы держимся как здесь крестьяне вроде бы держим с нас атакуют нужно действовать так шестнадцать процентов у нас потери двадцать семь у противников а вот у него уже бегут так хорошо так давайте окружать все вот уже противник начал ломаться нас атакуют нужно действовать блин в этих лесах ничего не не видно так так здесь мы прогнали отлично давайте ударим вот сюда вот пока все складывается в нашу пользу если ничего не изменится мы победим так ну давай же сдыхай гад их полководец бежал как последний трус вперед победа близка хвала господу мы взяли в плен вражеского полководца и по делам ему трусливой собаки по делам ему трусливой собаки враг обескровлен мы истребили половину его армии так ну ладно да вот враги бегут нам остается только добивать так так в принципе да все можно уже всю пехоту отправить на прикрытие наших стрелков так ну и конец и да будем добивать так можно наверное включить уже ускорение так крестьяне наемные арбалетчики вот их вот да желательно так и вот этих вот тоже хвала господу враги бегут как трусливые псы победа близка так городская стража так чё-то чё-то вы не туда побежали ребят так чё-то чё-то вы не туда побежали ребят так ну и что их никто не не застрелит так ладно это победа прославит доблестных и отважных воинов господа так отлично да битва в окрестностях венеции какой у нас год 208 и того у нас полная победа 3 тысячи три тысячи он нам заплатил рад служить так давайте переобучим до приказаний ваше величество так имперские убийца так а вот мой господин а вот венгры и какую ложь вы поведаете нам на сей раз да не хотят венгры ладно это не беда так ладно денежку мы кое-какую получили да вот здесь вот еще ну это наверное эти венецианцы венецианская армия взбунтовалась что прикажете так ладно в принципе да сдаем ход да сдаем ход и и и и и и и и смотрите португальцы предлагают перемирие осаждают гену и тут же предлагают перемирие ну давайте давайте поторгуемся так невыгодно да ну а за тысячу нет это невозможно ну давайте хотя бы 100 100 золотых да вытащим с них но они же по-любому начнут сейчас еще раз войну мы часто перемирие подпишем и они на этом ходу начнут войну скорее всего вот мне мне просто знать мне просто интересно вот простое любопытство когда они начнут войну на этом ходу или на следующем так ладно давайте хотя бы 100 монеток великолепно мой народ благодарен что-то еще хорошо я вас слушаю ну конечно ваши слова разумны и взвешенны до новых встреч так что не начал войну так гильдия воров нафиг мне не нужна эта гильдия воров так смотрите 6000 у нас в казне но надо же что приказать так что прикажете так высаживаем нашу вот пехоту поднять якорь так давайте здесь переобучим так все ребятки денежки пошли денежки пошли это хорошо так польша начала войну с турцией что-то они не поделили португалия и византия заключили перемирие египет и англия также заключили перед перемирием да я все выяснил на сегодня мой путь окончен так хорошо священник один крякнул фессалоники фессалоники расширяются так ну вот так вот сделаем лучше так давайте еще священников в риме в риме на имен да португальцы странная странная у них манера конечно же тактика я думал что все таки вот они пойдут на штурм но они решили вот так вот перемирие да вот это вот игра бывает очень сильно удивляет меня особенно вот когда венгры осадили софию и потом через несколько ходов просто взяли и ушли вот здесь вот тоже вот с генуя да вот португалия осадила уже все было готово для штурма и тут перемирие вдруг немного непонятно так ладно давайте сохранимся и попробуем может быть а я чего заштурмовать мы отправим их в пат пять к трем так полная победа мы порвали их на части так мы захватили наградим еще 4000 так а я чем так что у нас здесь значит можно так стрельбище не нужно конечно так давайте превращаем его в город хорошо так флот закинем каячу здесь мы думаю ваши что приказа вот так вот перекинем поднять якорь во флоренции построим одну лодку так десять тысяч имеем в казне так дурацу давайте повысим максимальные налоги так что у нас здесь с армией да я хотел перевести ее выходим на сушу выходим на сушу хорошо марш окончен приват так нет в неаполе давайте вот переобучим для начала вот ополчение с копиями а потом все это остальное так 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 здесь значит что у меня было на берег войны ага византийская пехота так это значит все у нас в константинополь пойдет марш лентяй если вам нужен мир извольте так вот это вот вытаскиваем и перебрасываем все в викона на рассвете хватит слов перейдем к делу а че ты здесь трешься придурок иди в крестовый поход иерусалим вот он здесь дебил так давайте наверное еще византийская пехота наймем тогда нужен будет один лазутчик служу господу так ну вроде бы налаживается жизнь вроде бы налаживается 9000 имею в казне вроде бы все нормально так сейчас придумаем куда их только потратить марш окончен да хватит слов перейдем к делу так да давайте двигаемся не отвлекаясь двигаемся к загребу так вот лучников можно наверное будет вытащить а че я отступить него не могу тьфу ты заколебали эти повстанцы назовите место где мы вступим в бой честное слово ребята нет честное слово но это просто блистательная победа вот тебе и раз да как говорится так а хотя стоп стоп я же да я же здесь не строил так вот так так хорошо что прикажете что как этот корабль мы в порт закинем так этот уже в порту вот эти вот войска да придется все таки же по суше перевозить так давайте до максимальные налоги поставим так ну и давайте может быть пробежимся быстренько по городам посмотрим чего-нибудь по настройку поставить потому что деньги с чё бы их не и не потратить да 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 я вот чуть не забыл было чуть было не забыл купец так ну вот в никосии гильдия нужно нужно гильдия купцов да так ладно давайте да вот по городам никея в никеев нормально вроде бы вот чуть-чуть католицизма значит монастырь здесь особо и не нужен так иконей звезда еще много работа нам предстоит с иконе так ну звезда здесь мы перестроим город замки нам в принципе особо не нужны а города будут намного получше во первых и прибыль будет побольше блин все нужно все нужно и все долго строить о собор вот собор нужен вот что нужно время так не давайте сразу же на него выделим деньги на этот собор так сейчас я посмотрю церковь да а есть еще кафедральный собор 10 тысяч он стоит так ладно пускай будет собору обычный а потом ну если хватит денег потом уже этот кафедральный собор попробуем сделать так но время собор нужен это я больше чем уверен так да вот палермо тоже все как бы не очень-то хорошо так ладно давайте дальше так фессалоники так ну есть есть чем устроиться в принципе все более не менее нормально я вот о другом думаю я думаю может быть мне рагузу все таки же переделать в город или оставить так ладно пускай будет так так 4 хода это слишком много давайте сразу же перебрасывать на сегодня все привал так сюда сколько нужно три отряда ну в принципе почему бы наша смерть так дипломатии давайте вот немножко дипломатии какие будут думаете мы рады вас видеть до новых так крайне невыгодная вот со священной римской империи мне бы слушаю вас мы выслушаем крайне выгодно встреч благородного так и все да да мило вас хватает дерзости разговор крайне невыгодно вот это вот армия тоже здесь торчит и торчит или узнаешь гнев воинов пророка куда мы так ладно давайте сдаем следующий ход что прикажете так а лучники у меня есть до лучники в принципе у меня есть но не так много и особо и не надо лучников хотя с другой стороны ладно давайте да сдаем ход ладно давайте да сдаем ход да полное поражение уходим бросаем якорь до утра да да это а вы вот она что так никосия где находится вот вот она да так тысячу нужно тысячу известный привычный враг не так уж и страшно однако неведомая опасность идущие из дальних земель может стать подлинным ужасом для страны имя этому кошмару монгольское нашествия слухи оказались правдой орда монголов явилась из диких степей трансакс они футы аж в глазах потемнело основные силы чингисхана неотвратимо движутся вперед известно что на их пути лежит ереван однако какова конечная цель великого похода не знает никто это означает что всем правителям окрестных земель стоит опасаться нашествие стремительной и беспощадность беспощадной конницы монгольского завоевателя фу ереван это плохо ребята это плохо вот они вот здесь вот на ближнем востоке они пойдут наверное на юг это значит что у нас очень большие шансы с ними встретиться до чего я опасался именно то и случилось так но зато теперь можно захватывать вот эти вот венгерские провинции я все-таки надеялся что они пойдут на на север на русь но нет англия начала войну с португалией и венеция с турцией так хорошо так византии вернулась себе положение самой богатой империи мира благодаря вашему мудрому правлению возрождается наследие константинополя так ну наконец-то я же говорил ребята когда-нибудь этот день наступит по вам талам все первые места ваш покорный слуга из антийской империи первые места так все-таки шказнен был да хорошо болен ну вот надо было вот обязательно вот что-то плохое вот обязательно произойдет марш на обязательно вот не бывает такого что все прям вот было хорошо хорошо так нам нужно тысячу сейчас мы постараемся их откуда-то нарыть может из константинополя что прикажете поступаем продолжим путь завтра на рассвете так все не надо тратиться так хорошо вот так так и иконе да давайте улучшение так все таки же придется до штопать византийскую пехоту все таки же придется что прикажете так вот эту вот армию куда же ее забросить давайте ладно пока что на корабли так а я че у нас скоро будет городом так в генуе давайте вот монастырь поставим так ладно давайте вот при поддержке наших армий вот эти значит мы хорошо вытащить марш хорошо так нужен будет еще один священник придется да придется понизить налоги блин что такое до перепады настроения как вот в этих городов наших так вот здесь вот я думаю даст венец и нужно все таки же будет разобраться вот так наследник да давайте вот проведем здесь битву нападем на вот эту вот армию на благословить попробуем ее уничтожить мы победим во имя господа на битву ну и думаю да с этой серии мы будем заканчивать заканчивать потому что по времени я уже как бы уже немножко да вот не укладываюсь так хорошо давайте лучников сзади поставим так ну вот уже более не менее нормальные армии хотя бы появляются так давайте начнем битву я думаю вы будете на холме так ладно давайте пустим нашу армию бегом в принципе войска немножко отдохнут пока наши лучники будут стрелять хотя они они не устали так как же вот так вот нужно да так неудобно я эту армию как бы расфасовал не люблю я так конечно же такое вот хаотичное построение отрядов стеки неудобно вот неудобно знаете вот переключаться между да вот целыми подразделениями когда нужно быстро это особенно сделать вот и и и все равно да все равно вот криво до расположился нас атакуют нужно действовать так ладно давайте отходим как всегда как всегда все получается криво пока все складывается мне профессионально если ничего не изменится мы победим нас атакуют нужно действовать враг потерял половину бойцов так ладно давайте до ударим по их нему наследнику ну да здесь все понятно так прикроем лучников а я всегда вот поражался всегда поражался вот как вот он выходит из патовой ситуации это вообще ну а мои войска конечно же тупят это же законы жанра вот их тут 14 человек и они вот более не менее успешно противостоят сотни тяжелых всадников но смотрите как как он спокойно выходит просто так шагом шагом да вот раз раз и вышел до из давайте ну что вы тупить полководец бежит победа близко так а вот не сбежит нифига так ладно ну здесь враги бегут победа покажем этим трусливым смех не сбежать так добиваем 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 врагов 19 процентов как-то потерь много вот врагов такие вот маленькие армии но все равно потери у нас какие-то и этой победой восхититься весь христианский мир так окрестности рагузы 12 год 1212 год да да то еще так интересно 1212 год 7000 нету таких денег сволочь блистательная победа так плюс один к верности получил так и плюс один к жестокости да так а вот теперь вот можно да вот уже ринуться на всех парах к загребу так ну что ж вот такая вот серия монголы пришли на восток и скорее всего пойдут сюда вот на ближний восток сторону египта иерусалима в принципе да компания будет тяжелее чем я предполагал она изначально вот она изначально была тяжелее я не думал что будет прям такое вот коллективное сопротивление католиков в италии но видите игра просто меня жестоко обламывает прям жесточайшим образом католики упорно сопротивляются в северной италии в принципе да монголы пришли не на Русь а на ближний восток так что все будет тяжело ну что ж всем спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал и ждите новых серий потому что они все обязательно еще будут еще есть что завоевывать всем спасибо всем пока пока пока